Я приехала в Европу, с декабря 2012 года не могу возвращаться в Россию, очень скучаю, очень люблю, это моя страна, это не только страна Путина. Мы все время пытаемся объяснять на Западе, чтобы не говорить и в дискурсе Россия, это путинская Россия или Кремль, потому что мы тоже Россия. Это интервью Натальи Арна записано 5 лет назад, и с того момента она стала далеко не единственным, где активистка открыто критикует путинский режим. После начала полномасштабного вторжения в Украину она четко заявила, произошедшая самоубийственная ошибка Кремля, которая уничтожит Россию. С момента прихода Путина к власти, со всех этих взрывов домов, и Второй Чеченской, и Бесланы, и Норд-Осты, и Курска, и МЧ-Севантин, и Украина, Грузия, и всего-всего. Для нас этот термин неудеятелен, и Политковская, и Немцова, и всех этих отравлений. Все называется своими именами, империя зла или путин-убийца. Вспоминая об отравлениях политических оппонентов главы Кремля, Арна не могла представить, что спустя несколько лет ее постигнет та же участь. В начале моя Наталья испытала резкое недомогание. Она проводила в Чехии встречи, посвященные ситуации в России, и почувствовала онемение в теле и сильные боли. Незадолго до появления симптомов, женщина обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер в Праге была открыта, а в помещении ощущался посторонний запах, похожий на аромат дешевых духов. По прибытии в США симптомы не ослабли, и Арно обратилась в больницу, а также к власти США, гражданкой которых она является. В итоге ФБР начал расследование, провело опрос Арно и взяло для изучения биологические материалы, включая одежду и другие предметы. О подобном случае изданию агентства рассказала еще одна женщина на условиях анонимности, журналистка, покинувшая Россию. Ощутив недомогание, она обратилась в ту же клинику в Германии, где лечился Алексей Навальный после отравления новичком. Другой жертвой предполагаемого отравления стал экс-посол США в Германии Джон Хербст за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в 2022 году. Путин в эти дни должен проглотать многого. И тоже он проглотает то, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО, несмотря на то, что он тоже угрожал в эту сторону ядерной войны. Он проглотает, потому что у него нет другого выбора. По факту резкого ухудшения здоровья Хербста ФБР тоже начала расследование. Жертвы и американские правоохранители отказываются от комментариев, однако на серьезность ситуации указывают участие в расследовании Атлантического совета. Еще один случай касается журналиста-расследователя Христа Грозева, одного из руководителей Беллингкэт. Летом 2022 года его номер в отеле в Черногории был взломан. Позже Грозев рассказал, что получил несколько предупреждений от различных правоохранительных агентств в Европе и были явные доказательства того, что его жизнь в опасности. Грозев был вынужден покинуть Европу и сейчас живет в Северной Америке. Другой жертвой стал писатель Дмитрий Быков в 2019 году. Два агента, которые следили также и за Навальным во время его поездки с отравлением в Томск, отправились за Дмитрием Быковым в Новосибирск. У них не было обратного билета, и они явно изначально не знали, когда им придется возвращаться. Они купили обратный билет в ночь на 13 число, после того, как Дмитрий Быков отсутствовал в своем гостиничном номере около 6 часов, что было идеальным временем для того, чтобы проникнуть в этот номер и нанести яд. Счет подобных случаев, когда неугодные путинскому режиму лица резко чувствуют себя плохо, уже идет на десятки. При этом, несмотря на немалые усилия, с подобной ликвидацией люди Владимира Путина, к счастью, справляются не очень. С новичком, видите, у них даже Навального не получилось, Карамурзу не получилось. И с новичком не получилось и Скрипаля, вот этого, помните, бывшего разведчика, который в Англии осел. То есть, ну, как бы агент у Путина не самого высокого качества, и мы все видели этого Мышкина и Чипигу так себе, да, то есть это не самые... на Джеймса Бонда они не тянут. Запугав и пересажав по тюрьмам своих политических оппонентов, Кремль, похоже, переключается на обычных журналистов и активистов, констатируют эксперты.